Девица-платочковица. Романтическая баллада о любви программиста и певчей из церковного хора. Перевод сюжета баллады Василия Жуковского «Рыцарь Тагенбург» из средневековой католической Европы в современную православную Россию. 2003 год. Я хотел с тобой семьёю православной жить, но сильней, чем свой компьютер, не могу любить. Я, когда с тобой встречаюсь, сердце в интернет. Мне с тобой, но без Мадема, счастья в жизни нет. И обиделась девица, участь решена, и невестою Христовой хочет стать она. Быстренько подруг собрала, все уже в платках, в женский монастырь собрались, Господа призвав. И в обители платочки замелькали их, благочестием изумляют чуждых и своих. Как поднимутся на клирос, в храм народ спешит, но душа её тоскою прежнюю болит. Год в обители прожила, нету сил страдать, возвращается девица, свой приход опять. Снова клирос озаряет, красотой она, молода, сильна, красива и ещё умна. Милому звонит напрасно, занят телефон. Как обычно, в интернете пребывает он. Видно, доступ безлимитный, миленький, купил. В интернет ушёл от жизни, белый свет забыл. Бросить рейгинские курсы девушка спешит. В храм опаздывает часто, клирос ей забыт. Милого вернуть желая девка с цвете лет, взявший ник Платочка Витца. Влезла в интернет. Изготовила страницу на странице той, благодатью светился монастырь святой. И когда на небе месяц звёзды сторожит, православная девица в интернет спешит. И желание у этой девушки одно, чтоб попала та страница к милому в окно. Чтоб узнал её любимый даже в интернет, ибо доступа другого к его сердцу нет. И компьютер изучила, чтобы навсегда сердце милого пленило сайта красота. Чтоб когда страницу эту милый увидал, он бы вмиг из интернета вылетел в реал. Программист немало сайтов в жизни повидал, но когда увидел этот, вылетел в реал. Вдруг узнал на этом сайте православном он, милую в ночной рубашке, возя ей светом. Как на клиросе сияла красотой она, молода, сильна, красива и ещё умна. И увиденным сражённый просто обалдел, о компьютерах забывши на экран глядел. Два часа как будто в трансе программист сидел. Раз пятнадцать побледнел он, двадцать покраснел. А как только оклемался, мышь свою схватил и с любви безумной силой кликнул сент-емил. День проходит, два проходит, всё ответа нет. И совсем уж опостылил парню белый свет. В интернете не гуляет, чай не пьёт, не спит. Не вдомёк, что фаерволом месседж был убит. Парень бродит по квартире, две недели, три. Знать совсем меня забыла. Жди ответ не жди. Только и другие мысли стали посещать. В благочестии нет ей равных. Что со мной равнять? Ох, не пара мы, не пара, как в бреду шептал. Если не переименюся, то совсем пропал. Программёрство надо бросить. Паришив на том, парень встал, перекрестился, да и продал комп. По дороге с рынка в лавку чинно он зашёл. Приобрёл триоть. А кто их? Толстый типикон. Всяких разных получений. Ноток накупил. Камертон на всякий случай тоже не забыл. Рано утром на рассвете падал снег густой, а на гору поднимался парень молодой. Шапка на бикре надета, борода торчит, папки с нотами под мышкой. К курсам он спешит. Вдруг увидел, что навстречу милая идёт. В грязных джинсах, без платочка голова её. В сумочке её матплата новая лежит. Милому она при встрече грустно говорит. Я с тобой семьёй хотела, православной, жить, но сильней, чем свой компьютер, не могу любить. Я когда с тобой встречаюсь, сердце в интернет, мне с тобой, но без модема, счастья в жизни нет. С этой романтической баллады начался мем «Девица-платочковица». А потом автор этой баллады, Колян Платков, женился на самой натуральной девице-платочковице. Но это уже другая история. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова